Доброе утро, мои дорогие! Доброе-доброе утро! Солнышко уже встает, хотя, девочки, у нас не жарко. Погрелись мы, поносили сарафаны только в июне. И всё. А теперь у нас ночью 11 всего лишь тепла и днём 20. Больше температуры не поднимается. Решила я сегодня себе сделать немножко салатика. Вы знаете, вот как не стала у меня оришка жить с Максимом, я совсем обленела. Для себя совершенно не хочется ничего делать. Так вот, куплю колбаски кусочек, хлебушка, бутербродик сделала, кофейку попила. И на этом всё. Ой, что это я зацепилась? Кофе варю, конечно. Вот. И решила я сделать такой салат. Посмотрела у меня в холодильнике. картошка, яйца, огурцы, ну и горошек. Вот такой вот салат. Колбаса есть, копчёная, но я решила, что колбасу я сюда ложить не буду. Вот. И вот такой вот, вот такой вот салат. Не знаю. Просто вот так вот придумала и всё. Что я вот такой себе сделаю салат. С майонезом. Майонез я давно купила. Он у меня не открытый. Так лежит, лежит девочка какой-то вот такой. Вот тоже взяла вот такой вот маленький пакетик. Вот. Думаю, ну когда-нибудь может быть он мне пригодится. Орешка ко мне теперь редко приходит. Я говорю, сад рядом. И то говорю, Ореша, приведи мне Максима. Ой, мы торопимся на автобус. Как будто бы единственный автобус в нашей жизни. Вот. То у них там ключ один от этой самой, ну этот, от подъезда ключ. Что она вот то самая, то он у Кости, то он у неё. Ну, не знаю. Не знаю, девочки. Не знаю. Вчера думала, Максюшу пойду опять возьму раньше. Заберу, а потом она придёт ко мне и его заберёт. Позвонила ей, написала в Вайбере, говорю, это самое, она мне говорит, я сегодня Максима не повела в сад. Вообще, Ореха заболела. Ангину подхватила. Горло гнойное там всё. Вот она сидит на больничном неделю. И вчера и Максюшу оставила дома. Но говорит, что вроде бы как бы всё проходит, всё нормально будет. Ну, слава Богу. Живы, здоровы и слава Богу. Конечно, вы видели, как я переживала, как я плакала, когда они от меня ушли. Знаете, время лечит, конечно. Хотя, хотя мне очень хочется видеть и Максюшку, и я и вкусняшки купила в холодильнике, у меня лежат. Вот, я сейчас написала. Ой, ну вот всё. Вот болтали. Раззаболталась, залила. Сделала себе работку, девочки. Сделала себе работку. Мыть газ. Ну, кофеёк сварила. Вот такая у меня сегодня кружечка. Очень люблю эту кружечку. Купила в Египте. Ну, обожаю. Обожаю. Так. Тапок потеряла свой. Так ворочалась. Вот. Так что, не знаю. Сегодня суббота. Если они, конечно... Ой, яйца лопнули у меня все. Вода с них льётся. Вот. И не знаю. что у них там в планах. Написала, что, может быть, приведёте мне Максюшку хоть на несколько часов. Но пока ответа никакого не получила. Обидно, конечно, девочки. Обидно. Не знаю. Что и почему. Почему? Заняты. Заняты. Заняты мои дети только самими собой. Вот так вот. Растишь, растишь, деток. Растишь, растишь. Любишь их. Так. Так. Думаю, что это за музыка заиграла. Это у меня там видео обработалось. Сейчас надо будет его поставить, загружаться. Наговорила. Вчера очень много. Целых 18 минут. Это будет 3 часа грузиться. Вот. Есть у меня, конечно, девочки, новости приятные, но эти новости будут немножечко позже. Говорят, надо молчать, чтобы счастье не спугнуть. Вот. Поэтому эти новости я вам расскажу чуть-чуть попозже. А сейчас вот только такие немножко грустные. Ну, вот какие есть. Ну, что делать? И грустные новости должны быть, правда? Малины у меня уже, девчонки, нету. Всё, вся малинка съелась. Ну, Люда тоже пришла, накопала у меня черенков. Повезла в деревню к другу. Говорит, посадим там, чтобы тоже разрослась малина. Мне, мой тоже одноклассник, приносил мне ежевику черенки, но почему-то у меня не прижилась. Вероятно, я так предполагала, что приживётся очень плохо, потому что он как-то привёз совсем без земли эти черенки. А так я хотела, думала, там, где малины и рядом, всё равно этот кусок такой бестолковый, бесхозный. Там это яма у меня выгребная возле забора. Я обычно там сажала раньше кабачки, когда занималась с огородом, девочки. Вот когда я что-то делала на огороде, когда я закатками занималась, когда я сажала, тогда сажала это самое, огурцы обязательно сажала, закатывала, кабачки. Но я, честно говоря, кабачки не очень люблю. Вот как-то люди все рассказывают, разные рецепты. Во-первых, если делать кабачки, жарить, блины из кабачков, то они же это самое, так много масла берут, это же ужас. Так вредно вот это напитанное маслом. Я люблю кабачки, если только вот эти порезал кусочками, обвалял в муке и потом вот обжарил и чесночок выдавил наверх. Вот такой кабачок я люблю. А так я к ним совершенно равнодушна, я перестала перестала их сажать, думаю, зачем. Он было посадила, их много выросло и потом куда? Я закатала. Закатала их так вот в таком маринаде, как делаю огурцы. У меня до сих пор, девочки, уже три года в погребе стоит банка. Я давно ее предлагала и Лены, и Ариши, и мужу говорила, открывай, ешь, что же так долго не должно стоять? Не хочет никто. вот. Ну, зачем мне тогда упираться и это все сажать? Зачем? Вот. Огурцы уже сейчас дешевые на рынке. Вот захотелось мне огурцов, я пошла, полкилограмма купила, и все. Зачем мне пахать? Если бы это было кому помогать и кому это есть, ну, в принципе, пару баночек огурцов можно было бы закатать, чтобы, знаете, так вот зимой, вдруг и правда и зимой захочется салатик сделать. Но, в прошлом году что, пошла Аришка в магазин купила баночку огурцов, мы салат сделали, один раз поели и больше не хочется. Вот. Так что, вот так, мои дорогие. Вот такие вот пироги с котятами. Когда живешь один, то уже и забот меньше, и хлопот меньше, ну, и как-то интересов в жизни тоже меньше. Было бы денег побольше, можно было бы несколько раз в год куда-то поехать, развлечься. Но, девчонки, у меня на несколько раз в год у меня нету таких подруг, которые вот мне попутчики. Я говорю, вот одна моя заловка, это может только в летние месяцы, где-то июль, август, самые жаркие, и Валя, которая только может в сентябре, для того, чтобы не было жарко. Так, ну что это, мне резать еще, или не стоит мне сюда резать картошку. Вот, и Людуси моя платит девочке кредит, и она построила себе квартиру, поэтому ей столько лет выплачивать этот кредит, что она только говорит, боже мой, я, наверное, самая счастливая буду, когда я уже закончу его платить. но зато у нее квартира, потому что она тоже была, развелась с мужем, это самое, и всю жизнь прожила в проходящей проходной комнате, вместе с мужем, с сыном в проходной, и муж в дальней комнате. Так она была счастлива, что у нее есть квартира, что она может вздохнуть, прийти, и чтобы никого не было там. Ну, есть у нее друг, но она сказала, глядя на тебя, я никогда в жизни не приведу никого в свою квартиру. Мне она так трудно далась, эта квартира. Вот, я говорю, да, моя дорогая, даже если он придет, то ни в коем случае не прописывай, чтобы потом, если что-то не сложится, знаете как, вроде все хорошо, когда встречаешься с человеком, он за тобой ухаживает, все для тебя делает, все так замечательно, все так красиво, и вот душа на распашку твоя, и ты для него все, а потом свое получил, и на этом все закончилось. Вот, так что Людуси говорит, я учусь на ваших ошибках, я говорю, молодец, так и надо. Вот, так, девочки, опять я много разговариваю, ой, думаю, вот буду снимать видео, какое-нибудь такое, чтобы, смотрю, вот 12 минут, вот и достаточно. Так что, вот я немножечко с вами вот так вот, каждый день понемножечку лучше буду с вами болтать, не знаю, интересно вам такое вот, ну, простите меня, это моя жизнь, что у меня может быть такое сверхъестественное, что я каждый день могу вам рассказывать. Пародии я никакие не снимаю, да я не умею этого делать, ну, может, это надо смотреть чужой какой-то канал, специально вот это, вникать туда, а зачем? Да, я люблю посмотреть пародии, но сама этим не занимаюсь. Рассказывать о ком-то, о другом, тоже это, потом вот, как-то в одном видео сказала, немножечко, чуть-чуть сказала про Эину Судакову, как она там матом ругалась и людей смерти желала. Все, девочки, видео на расхват, но зато потом и комментарии, бог знает, сколько злых, потому что есть и у нее любители, ну, на каждого блогера есть свои любители. Конечно, мои видео, они такие вот скучненькие, но девочки, такая вот, я показываю вам свою жизнь, вот такая вот у меня жизнь. Когда еще жила Аришка с Максюшкой у меня, еще я могла снимать его, хотя что Ариша все время на меня ругалась, чтоб я Максима не снимала, сама она сниматься тоже не хотела, дочка приходит, кричит, ни в коем случае не снимай, ну, ну, что мне делать? Не хотят, значит, не хотят. Я так краешком поснимала Максюшку, как в садик к нему ходила, но уже не выкладываю, чтоб они так на меня не наезжали, на меня не ругались. Ну, все, сейчас буду заправлять свой салат. Так, а что и сюда еще? А, вот открою еще горошек, туда, это самое, майонезик, и, наверное, наверное, надо покушать. Но кушать я буду уже одна, мукбанга у нас не будет. Макбанга у нас не будет. Продолжение следует...